по этому проекту мы выпустили рекламный ролик сделали его эпатажный у нас мало денег поэтому для того чтобы добиться эффекта рекламы ролик и должен быть эпатажным он должен быть загадочным непонятным противоречащим общественному мнению внутри может быть против противоречивым для того чтобы он заинтересовал он заинтересовал значит даже несмотря на то что мы на наших мелких каналах выпустили в тираж он уже набрал 50 тысяч просмотров что для рекламного ролика неплохо и вызвал бурные обсуждения в комментариях что мы приветствуем пожалуйста ругайтесь и порядка 250 человек переползло в сайт мы у нас на месте сайта сейчас стоит заглушка и эта заглушка представляет собой телеграм-канал некий аналог форума на котором можно все эти вопросы обсуждать поэтому там пишется на так сказать на этом телеграм-канале пишется мои соображения по этой части мнение зрителей по этой части мнение других участников процесса ведется неторопливое обсуждение но мы хотели бы его здесь продублировать в плане рассказать о существе вопроса этого сайта и вот этого проекта для того чтобы понимание усилилось и момент че когда мы запустим этот проект полной мере запустим сайт работу чтобы люди уже сориентировались мы не чтобы не терять время вот предварительно объясняем все эти ситуации значит об истории вопроса я надеюсь все понимают но тем не менее я хотел бы повторить значит фактически мы подняли войну против кликбейта это такое явление когда люди для того чтобы достичь максимального результата просмотра своих роликов ютюбе пишут лживые заголовки ставят лживые даты издания этого ролика обещают немыслимые горы на этикетке после чего когда человек попадает к ним в лапы внутри этого ролика они запихивают ему второсортную продукцию устаревшие данные устаревшую аналитику устаревшие сведения а пообещав в названии какой-то один вопрос они его внутри не обсуждают человек попадается на эту уловку тратит время нажимает кнопки и вынужден просматривать всякую муть которая ему нахрен не сдалась и от этого упускает то чего он должен на самом деле посмотреть именно поэтому мы выставляем абсолютно понятную простую систему рейтингов которые мы даем по времени указания когда выдано и сделан этот ролик чтобы люди ориентировались и что там не написали что три минуты назад произошло что-то на самом деле ролик записан три недели назад вот мы честно пишем что этот ролик тренинг трехнедельной давности и находится поэтому в рейтинге где-то в конце если там какая-то есть разбежка по странице точно такая ситуация с качеством мы откровенно говорим соответствует название этого ролика тому что есть в самом ролике или не соответствует причем авторы ведь два раза дают название они дают в этикетке раз и в описании 2 мы анализируем обе эти вещи соответствует ли название этикетки и соответствует ли на такое то что происходит в самом внутри в самом ролике соответствует ли это то что сказано в описании и дальше просмотрщик раз уж он произвел эту работу и просмотрел этот ролик вычислил и время и соответствие просмотрщика где найдет свой вывод и говорит есть смысл посмотреть или нет смысла посмотреть оценивает в баллах 10 баллов это очень хороший ролик его желательно просмотреть он дает полезную информацию правдив или один балл это когда полный отстой смотреть нечего это обманка так сказать плохого и качества и записи ну по совокупности причин смотреть его не стоит вот вся разбежка от 1 до 10 баллов она она возможна в дальнейшем дальнейшем может быть у нас получится привлечь к этому вопросу искусственный интеллект мы для этого специально ищем каких-то денег возможно в будущем мы будем изготавливать рецензии на ролики чтобы они поучаствовали в конкурсах возможно пока на этом этапе у нас на этих местах стоят заглушки будут стоять заглушки и мы пока просто оцениваем это вот как есть сервис этот платный на него надо подписаться 150 рублей в месяц стоит это удовольствие если человек подписывается сразу на год то он конечно платит меньше порядка там 100 рублей в месяц выплаты по этой части потому что мы должны содержать этих просмотрщиков технический аппарат который обслуживает этот сайт абсолютно понятные расходы которые требуются для поддержания его в рабочем состоянии я надеюсь что в этом секторе в этом секторе интернета youtube а точнее в этом секторе ютюба это русскоязычный youtube раз общественно политические программы 2 этот сектор не самый большой прямо скажем ютюбе но так как он нам знаком мы в нем и работаем мы не знаем японского языка мы не знаем английского языка мы не знаем тематики мультфильма маша и медведь которая популярна в ютюбе но зато мы знаем общественно политические передачи мы можем там отконтролировать так еще было правильная правильная оценка всего этого происходящего сугубо русскоязычная русскоязычный сектор его мы пожалуй потянем и у нас там конкурентов пока нету и я надеюсь они если появятся появится других секторах более денежных больших по размеру и ну например англоязычный сектор он вообще классами по своему размеру а мы вот внутри русскоязычного сектора попытаемся отработать посмотрим что получится поэтому через пару недель появится уже рабочая версия сайта которая будет вывешена и будет тестироваться вы сможете принять участие в тестах в бесплатных для того чтобы понять как это все работает сделать выводы для себя оформить на себя этот сервис или не оформлять его это ваш выбор который вы смело можете принять тех людей которые мы попросили отдонатить на первом этапе эту работу это мы просим энтузиастов тех людей которые горит этот вопрос которые хотят принять участие в этом деле которые пишут нам полезные советы предложения вот эти люди так как они нетерпеливо ждут подобный рейтинг они имеют возможность заплатить какие-то денежки и они их платят понемножку для того чтобы оформление этого сайта или сервиса происходило быстрее не более того не хотите не донайте абсолютно не проблема мы не самые бедные люди сделаем его чуть может помедленнее но сделаем и вывесим он будет работать вот у меня такие соображения чтобы ты сказал сказать про идейную борьбу с ликбейтом вот скорее всего ты эту тему знаешь больше ну собственно вопрос не в борьбе а в понимании явления и как с ним жить потому что собственно говоря в печатных сил это несоответствие скажем так подачи и внутреннего содержания текста они такие вещи уже давно пройдены особенно в свое время в доме период когда славились и самого корректа заголовок просто убойный там это все связано с заголовком да да а внутри там ничего вот ну как-то читатели и почитатели это дело быстро распустили и этот вот заголовочный беспредел сошел на нет в интернете когда появились только вот эти вот медиаконцентраторы рамблер потом уже яндекс там тоже была эта игра когда ты видишь только заголовок и заголовок вообще убойник совершенно потом ты кликаешь его измеешься там статья про размножение там крупного ворогатого скота это тоже очень быстро сошло на нет ну потому что один раз наколол что ну кто по глупее второй раз наколол что а в третий уже даже самый глупый не наколол но тут собственно говоря появилось что во первых медиаконцентраторы попали под полный контроль государства и уже сегодня в политическом секторе там вообще как хочешь так и живи шаг право шаг влево это уже западет пытался этот вопрос решить попытался этот вопрос решить ютюб он сделал систему тегов но она оказалась ущербна потому что теги дает сам автор он дает название он же дает моника белучи сняла трусы а там про размножение кружек ну примерно я кстати говоря однажды сам обращусь я к специалисту по продвижению он мне начал специалист по продвижению там штук полсотни тегов поставил я смотрю а какое отношение эти теги имел вообще к тому чем я занимаюсь никакого ну кстати говоря и не эффект был тоже никакой я очень быстро от этого отказался потому что во первых не дает эффекта позитивного а во вторых дискредитирует тебя это тот прибор который там 850 раз снимает трусу с моники белучи ну примерно но у нас что получилось у нас получилось что в мире политического рунета в общем потребитель остался без ориентира вообще без ориентира а это то место где какие-то ориентиры необходимы обычно как обычно главным ориентиром является мнение авторитета ну там я не знаю этот человек незнаемого там известен его мнение известно его позиция известна скорее всего его оценка будет для нас значимой вот это только эта система сегодня и может работать пока как противоречия причем никто не говорит что мы очень долго продержимся может быть эта система проживет 2-3 года потому что это же битва снаряда и брони но на каком-то этапе я надеюсь она поможет людям но на каком-то этапе мнение авторитета в недвижении пространства именно политического рунета может быть каким-то реальным ориентиром я так понимаю мы этот ориентир предлагаем а дальше уже как говорится как по идее как будут работать эксперты как на это отреагируют наши предприятия потому что хотел сказать читатель зритель читатель он смотритель мы изо всех сил пытаемся привлечь к этому делу людей различной политической направленности у нас присутствуют там и либералы и националист демушкин и левый цукасов поэтому так сказать у нас представлены все все формы политической жизни ну тут видимо надо круг экспертов немного расширить расширим это в ролике просто их пять человек записано но я например я даже от единой россии нашел человека Кирсана Илюмжинова может быть в этом есть даже какой-то большой смысл потому что должен быть только маркер этот человек эксперт его позиция вот его место в этом спектре чтобы они знали что они ориентируются не на мнение Кирсана Илюмжинова а на мнение человека определенных взглядов потому что невозможно найти в политическом рунике экспертов у кого абсолютно индиферентные взгляды в этом во всем ориентируются а сам вообще в это не играют это все равно что я не знаю экспертам по котлетам назначить вегетарианцев конечно же экспертам по котлетам должен быть человек который эти котлеты ел хотя бы раз учить а лучше чтобы тот кто и готовит их кто и знает так и здесь вот это политическое ты своим примером с вегетарианцем напомнил мне то что сейчас происходит у нас бурление в оппозиции когда КАЦ начинает спорить с Навальным оба из которых политические схоласты то есть люди которые не исследовали явления а которые его умозрительно описывают и эти люди на полном серьезе спорят о будущем судьбе России вот меня это выводит из себя я не понимаю как мы опустились до такого средневековья это нормально это не средневековье это уже ранний этап демократии когда гуржуазия впервые уже в своей жизни вывалила на улице и кого она слушает? да тому кто громче кричит кого лучше слышно потом вдруг выясняется что ему нужно наверное ориентироваться на мнение торговца рыбы у которого очень громкий голос оказался профессиональный как говорил Жваневский вкус устриц надо обсуждать с теми кто их пробовал это совершенно очевидный вопрос хотя ранняя демократия пожалуйста у нас и слово голосование даже собственно говоря имеет новгородское происхождение голосование голосом вот какой конец Новгорода громче орёт кто-то победил ну собственно это ж так было мы здесь ушли от темы в актуальные какие-то проблемы значит про проект ну вот нужно чтобы были вот эти шерпы люди которые дают оценку тому или иному проекту или тому или иному событию информационному в том или ином исполнении чтобы человек который интересуется но не имеет возможности следить за этим постоянно облигатно что называется является факультативным таким потребителем политической информации а их большинство кстати это норма это абсолютно норма если все станут политологи что мы будем есть кто будет нам чинить кран и так далее естественно вот это естественно поэтому ну чтобы починить кран мы звоним в контору и мы не починить кран специалистов пришли скорее всего пришли специалисты вот чтобы разобраться вот в этом вот являющем таком мессии и варене политической журналистике политического владерства ну тоже можно свой так сказать сам технику ну впрочем мы заложили какую систему систему оценок значит после того как просмотрщики пооценивают ролики того или иного качества и выложат это все на сайте там есть возможность внести свою оценку если предположим ты сильно не согласен с оценкой которую дал оценщик просмотрщик ты выдаешь ее и она потом является основой для того чтобы дать премию просмотрщику или не дать эту премию а может быть если он совсем будет очень сильно ошибаться может выясниться что он не приспособлен к этой работе вообще то есть таким способом оценку дает ему зрители то есть он отсмотрел ролик и говорит а что это оценщик дал 3 балла хотя там целых 7 может быть или наоборот и такая система регулировки она учтена потому что сайт большой там возможность такая имеется хорошо если у нас других соображений нету я думаю что мы можем завершить эту запись и выложить ее на соответствующих каналах для того чтобы она послужила для ориентации наших зрителей спасибо вам большое спасибо 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 спасибо